Варфоломей назвал предоставление автокефалии Украине великим событием. Религии и мировоззрение Варфоломей назвал предоставление автокефалии Украине великим событием 15 часов 09 минут знак авторского права АП-2018. Озенкаус. Константинопольской православной церкви Варфоломей 1. Знак авторского права АП-2018. Озенкаус. Афины, 1 января РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей назвал предоставление автокефалии Украине великим историческим событием и пообещал, что оно завершится передачей Томоса, несмотря на противодействие некоторых церквей. С автокефалии Украинской церкви Варфоломей начал свое небольшое выступление на праздничной церемонии разрезания новогоднего пирога Василопиты. Церемония прошла 31 декабря, видеозапись распространили СМИ Патриархии. Вчера, 20 часов 09 минут патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все блага, которые он нам дал, и особенно за великое историческое событие автокефалии Церкви Украины, дело, которое завершится и благословится в предстоящее воскресенье в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь они получат томас автокефалии, сказал Варфоломей. Он подчеркнул, что этому решению было много сильного противодействия, но оно не поколеблет позиции Константинополя. В заключение патриарх выразил надежду, что 2019 год будет годом мира для всего мира, а православная церковь будет за это молиться. 28 декабря 2018 года, 13 часов 41 минута Порошенко хочет устроить тур по регионам после получения томоса, пишут СМИ и мы молимся, чтобы сестринские церкви, которые несправедливо противодействуют решениями и инициативам Первопрестольной Константинопольской Церкви, наконец начали думать более логично и справедливо, с большим уважением и благодарностью к Церкви нашего Вселенского Патриархата, добавил Варфоломей. В Константинопольской Патриархии РИА Новости заявили, что это выступление не связано с письмом патриарха Кирилла, который призвал остановить процесс предоставления автокефалии. Патриарх Варфоломей не в первый раз заявляет это. Он объявил об этом ранее, говорил сегодня, вчера на Рождество, что в январе предоставит томос автокефалии, сказал собеседник агентства. Он добавил, что процесс предоставления автокефалии не остановится, а выдача томоса будет его последней стадией. 27 декабря 2018 года, 14 часов 01 минуты Филарет заявил, что борьба за автокефалию укрепит Украину. Константинопольский патриарх намерен передать томос об автокефалии новосозданной Украинской Церкви 6 января на праздник Богоявления. 15 декабря в Киеве по инициативе президента Петра Порошенко и патриарха Варфоломея прошел объединительный собор, в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской Православной Церкви, которых впоследствии УПЦ запретила в священнослужении. Итогом мероприятия стало избрание главой новой автокефальной церкви Епифания Думенко. В Русской Православной Церкви назвали каноническое значение собрания в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Варфоломею с призывом остановиться, пока не поздно, и не предоставлять Томас, не участвовать в политической авантюре легализации раскола на Украине и не вписывать свое имя в один перечень с бесславными епископами. Продолжение следует...